Девушки отдыхают Привет, привет. Скажи, пожалуйста, неужели ты сейчас находишься на станции метро Проспект Мира и ты что, в... Так, ты в оранжерее? Дело в том, что я... У нас не получилось же выйти вовремя. Я нашел в этой точке вай-фай. А, ты из тех, ты из тех, кто ходит и подсасывается к чужому вай-фаю. Как много у нас с тобой общего. Я приветствую всех зрителей, слушателей ВК-феста, радиорекорд, поклонников Володи, моего любимого Маркони. Все, Саш, здесь ради тебя, ты понимаешь? Все ради меня здесь. Это правда. Ну что ж, я вас всех приветствую. Всем шлю вот такие половишки. И как мы договаривались, сейчас будет полуторачасовой концерт не Саши Ревы, а Артура Пирожкова. Итак, сейчас он должен появиться в кадре. Но, конечно же, после большого количества вопросов. Просто мы считаем, что вы с Пирожковым все-таки сожители. Что-то мне подсказывает. А сейчас Пирожков, к сожалению, он сейчас отсутствует. Неужели он в другой стране? Подскажи нам, пожалуйста. У него так по техническим причинам не получилось выступить на ВК-фесте. Хотя организаторы очень давно как бы хотели. И мы должны были выступать этим летом в Петербурге. Но так получилось, что вот пока вот такой вот коннект, пока интервью. Ну, Саш, как мне сказали организаторы... Посмотрите, посмотрите, что... Ты видишь, ты меня видел когда-нибудь таким? Я не видел. Я понимаю, что действительно барбершопы закрыты. И это мы понимаем по твоему лицу. Да. Я сам себя не видел таким. Вот сижу я здесь в берлобе, в оранжерее. Я ем какие-то овощи, фрукты и жду, когда мы встретимся, просто обнимемся, на опасном расстоянии пообщаемся. Да. Смотри, Саш, ты выглядишь, конечно, отлично, прекрасно. Мне кажется, что сейчас может появиться еще один артист, который легко может заняться бардовской песней. Подумай об этом. Бардовской песней. У тебя есть большая окладистая борода и самое время, да. И уже можно с гитаркой петь бардовские песни. Слушай, это, кстати, хорошая идея. На самой изоле... У меня есть гитара. Серьезно? Еще и гитара. И у тебя есть гитара. Одну секундочку. Одну секундочку. И у тебя есть? Видал когда-нибудь вот такое контрабасище? Вот когда-нибудь. Это акулеле. Укулеле, да. Видишь, я во время самоизоляции научился прекрасно играть. У меня тоже есть такая штука. Ничего себе. Вот представляешь, два мужчины сидят в прямом эфире в интернете и говорят, что у меня тоже есть такая штука. Обычно это бывает совсем на другом сайте. К счастью... И, Саш, я тебе хочу сказать, я очень рад тебя видеть. Я рад, что ты в прекрасной форме. Ты замечательно выглядишь. Обычно я говорю это всем нашим гостям. Но, глядя на тебя, я впервые говорю такое завистью. Ну, Володь, это большой труд, это большое счастье. Это большое счастье родиться таким, таким красивым. К сожалению, не всем дано, Володь. Ну, извини. Ну, я понимаю. Природа иногда... Кому-то все, кому-то ничего. Я понимаю. То есть, понимаешь, природа иногда действительно издевается и достаточно жесткая. Да, это правда. Ну, понимаешь, а природа еще, знаешь, как надо мной подшутила? То, что у тебя на бороде должно было быть здесь у меня. Вот так природа даже это украла. Ты представляешь? Представляешь, какая у тебя двойная зависть? Это правда. И знаешь, вот мы с тобой два мужчины, и хочется просто, не прекращая, говорить комплименты друг другу. Как мужик мужику. Ты конфетка, Саша. Ну, сейчас время такое, понимаешь, Володь, когда... Ну, это нормально, Володь. Я тебя, вот честно, я тебя не виню, я тебя не осуждаю. Ну, ты такой, какой есть. Друзья, классический, классический Александр Рева. Ты ему пять комплиментов, а он тебе еще и под дых словом. Прекрасно, прекрасно. Погонь, на самом деле, это время, которое мы сейчас все называем самоизоляцией или какими-то другими словами, это на самом деле, это такой, есть же в режиме, ты знаешь, когда перематываем пленку произведения, и есть пауза, вот эти две рисочки параллельные, да? Вот мы сейчас все нажали на вот эту клавишу, и мы сейчас находимся в каком-то таком легком состоянии. Многие что-то осознали, многие поняли, что такое вообще настоящая жизнь. Я, например, из самоизоляции, наверное, не буду выходить года два. Ну, почему нет? Мне нравится здесь, все стабильно. Утром проснулся, позавтракал, потом пообедал, ночью спишь. Все какое-то такое нормальное, стабильное. Вот она жизнь. Почему нет? По этим словам мы поняли, что у тебя есть накопление, Саша. Большое спасибо, большое тебе спасибо. И понимаешь, я знаю, почему ты не хочешь выходить, но у меня есть к тебе вопрос. Зачем ты на свои три кальяна поставил еще свечки? Это, конечно, красиво. Это интересный дизайнерский ход, но все-таки. Саша, Саша, за время изоляции ты наверняка успел позвонить многим своим друзьям, посмотрел свою телефонную книжечку. Кого из людей в твоей телефонной книжке ты успел удалить? Я последнее время очень, еще до этого состояния, до самоизоляции, я на самом деле очень много пересмотрел, переудалил. Ну, то есть, наверное, с каждым годом какое-то количество друзей отдаляется. Может быть, это и не друзья были совсем. И какое-то количество людей остается преданными, и ты идешь с ними по жизни. Очень немного в последнее время у меня совсем близких не друзей, которые действительно со мной, прям в моем сердце. Раз. Кто еще? Володь, я... Вов, ты мне, пожалуйста... Вот хорошо, что ты сейчас мне позвонил. Пришли мне свой телефон. Чтобы ты мог его... Понятно, понятно, большое спасибо. Приятный человек к Александрееву. Саша! Вовочка, но! Я зато хочу для своих поклонников, для слушателей Артура Пирожкова, я как продюсер Александреева говорю, что мы готовим ему, этому замечательному артисту... Великому, великому, святому. Великому артисту, уникальному. Талант. Да, который... Осенью, наверное, выйдет его танцевальный альбом. Альбом, состоящий из танцевальных песен. Танцевальный альбом? Так нам, получается, что? Нужно покупать сейчас пояса из собачьей шерсти, чтобы поясница двигалась во время танцев под Артура Пирожкова? Конечно, и не только пояса, но и какие-то... Обувь какую-то соответствующая. Нет, Володя, хотя бы купи обувь. Какую-нибудь. Хоть пакеты из-под хлеба, хотя бы я их надену. Хорошо, Саша, ты знаешь про меня все. Скажи, пожалуйста, мы записали то, что выходит танцевальный альбом. Это у тебя у самого наверняка записано в твоем органайзере, что у Артура Пирожкова выходит такое. А что еще записал ты в свой органайзер вот в списке дел, когда закончится, например, черное зеркало, которое сейчас происходит, и чем ты будешь заниматься? Наверняка сходить в качалку, на шоколадное обертывание. Что еще? Да, первым делом, конечно, я отправлюсь в... Я хочу сделать уже давно себе что-то вот... Ну, парикмахерс, барбершоп, я скажу. Это раз. Второе, наверное, массаж. Восьмичасовой такой какой-то легкий тайско-балийско-шведский массаж. Потом я схожу... Я просто схожу куда-нибудь. Ну вот просто пойду к людям посмотреть. Ты говоришь, как Лев Толстой. Босиком пойду к людям по России. Вот везде буду ходить, смотреть, потому что я забыл... Да, мои домашние все, это все... Каждый день я вижу их, мои детки, моя жена. Все это здорово. Но я людей, я забыл, как выглядят люди. Вот даже сейчас на тебя смотрю и понимаю, что я... Да не волнуйся, другие люди выглядят гораздо лучше, чем я. Не переживай. Так что с этим нам идет. Ну, конечно, мы ждем еще выхода. Наконец-то дописали мы сценарий с моим авторским коллективом. Мы дописали сценарий новой супер-бабушки легкого поведения. Серьезно? Твоего любимого... Кстати, твоего любимого фильма. Мой любимый фильм. Действительно так. Что, теперь это будет в 3D с трансформерами, в стереозвуке. Что это будет? Это будет... Раскрою секрет тебе. Никому никогда я не говорил эти слова. Никогда. А вот тебе я скажу. Ага. Только мне, только мне. Давай. Это будет приквел к истории бабушки легкого поведения. То есть это будет прабабушка. Она будет называться прабабушка легкого поведения. Поэтому, друзья, настраивайтесь. Наверняка я мечтаю об этом, чтобы были открыты кинотеатры. Я надеюсь, что онлайн кинотеатры это хорошо. Но я хочу, чтобы люди пошли в кинотеатры. Как ты думаешь вообще? Да. Будет это работать? Будет это повторить? Конечно будет. Потому что всем уже и сосковались по тому, чтобы цыкать на задние ряды и говорить. Ну, целуйтесь хотя бы потише. Или, например, что парни, ну вы хотя бы мобильники выключите. Ну, мы скучаем по этим ощущениям. И хотим, чтобы как раз смотрели, мы все смотрели твой новый фильм про бабушка легкого поведения. Правильно? Да. Это будет третья заключительная часть. Ну, ты так говорил и на первой. Ну, неправда. Когда мы выпускали первую часть, я говорил, что мы изначально готовим три части. Но, и потом я сразу же отправлюсь в тур, который был перенесен в тур, пирожков отправлю в тур, который был перенесен на осень. Надеюсь, я не знаю, кто-то говорит, что все откроют, все массовые мероприятия откроют в следующем году. Но я не верю. Я не хочу в это верить. Саш, скажу честно, для нас это окей. Потому что мы, во-первых, уже тебя официально приглашаем на ВК ФС 2020. И очень рассчитываем, что ты приедешь, посмотришь. А еще ты наверняка возьмешь с собой свой НССР, в котором будет Артур Пирожков. И, наверное, он с большой радостью выступит. Смотри, Саш, ты говорил о своей семье, о том, что ты их все время видишь, о том, что они у тебя перед глазами. И как раз о детях их хочется спросить. Ты, так как ты отец, помогаешь ли ты старшей дочери Алисе с дистанционным обучением? Конечно. Во время видеообучения ты врываешься в трансляцию и говоришь, Валентина Георгиевна, девочка хорошо учится. Девочке просто можно поставить пятерочку. И это был первый вопрос. И второй вопрос. Скучаешь ли ты по тому, что Алиса приходит и говорит, что снова отца вызывают в школу и попросили, чтобы отец приходил один без мамы? Володь, я могу сказать, что действительно, как только мы выйдем на свободу, мне можно будет поставить в мою трудовую книжку новую профессию. У меня их двое детей, и обе они учатся на дистанционке. Поэтому я то от одной, то к другой. И вот у меня целый день, полдня у меня проходит в школе. Вновь, я вновь мальчик. Бородатый мальчик. Малыш. Бородатый мальчик. Из какой республики? Ученик первого и шестого класса. Вот. То есть ты сразу два образования получаешь. И за первый, и за шестой. Два. Так я хочу тебе позавидовать. Совсем скоро ты еще будешь получать два высших. Конечно же, мы надеемся, что для тебя это будет, как бы, ты будешь говорить, девочки, ну все, пошли, идите, учитесь. Так вот, Саша, еще, еще хочу у тебя поинтересоваться. Если бы твой голос обладал какой-то еще дополнительной суперсилой, ну кроме той, что когда ты начинаешь говорить, со всех слетают трусики. Какую еще суперсилу ты хотел бы? Что еще? Так вот, какую еще суперсилу, помимо той, что когда ты начинаешь говорить, со всех слетают трусики, что у тебя и так уже есть? Я с детства мечтал, мой дедушка, Царство Небесное, он обладал определенным даром. Он даже дружил, у него был, они дружили с Вольфом Мессингом, слышал такой, Вольф Мессинг, телепат. Конечно, конечно. И они иногда упражнялись, когда они там встречались, читали мысли. Поэтому дедушка знал все, что я сделал-то. И вот мне бы, конечно, я бы хотел обладать, вот с детства я мечтал об этом, читать, просто тупо читать мысли людей. Саша, а ты знаешь, я уже владею таким особенным даром, и давай я попробую поупражняться с тобой. Я сейчас угадаю... Угадай мои мысли. В какую игру ты хочешь сыграть? Одну секундочку, так, настраиваюсь, настраиваюсь. Игра 5 секунд, правильно, ты в нее хочешь сыграть? Давай. Ну что же, видишь, угадываю. Я тебе задаю вопрос на любую тему, а ты должен за 5 секунд дать 3 варианта ответа. Давай. Окей, тогда поехали. Три слова, которые ты говоришь, когда сильно удивлен. Вау, да ладно? Хорошо, считаем за 3. Вау, считаем за 3. Идем дальше. Три любимых песни, которые ты поешь в душе. Это все пирожковские. Все пирожковские, хорошо. Три любимых женских части тела. Глаза, губы, шея. Глаза, губы, а у меня другой список. Глаза, губы, а гузок. Так, идем дальше. Три самых любимых обзывательства. Ну, они не очень... Понял, хорошо. Назови, пожалуйста, три рифмы к слову. Бусики. Бусики, трусики, усики. А усики ты хотел сказать. Мы можем изобретать слова прямо сейчас, ты понимаешь? Бусики, трусики, усики, мусики. О, все, отлично, отлично. Пупсики, пупсики. Хорошо, произнеси три любых звукоживотных. Как ты легко в одном звуке уместил и пантеру, и панду, и суслика. Это фантастика. Самое главное, именно на это слово сбегаются все животные, буквально. Три слова, которыми можно соблазнить человека. Запомнили. Это не слово, это порывы. Да, хорошо. Этому научил меня дед. Мы знаем, с кем он дружил, хорошо. Назови имена трех самых известных качков. Владимир Свистоплясов. Григорий Свистоплясов. И Наталья Ивановна Свистоплясова. Это семья. Да, да, да. Мы следим за их карьерой, ты абсолютно прав. Три уменьшительно ласкательных слова, которым тебе обращается твоя жена. Малыш. Малыш. Пилюля. Лапунька. Большое спасибо, пилюля. Продолжаем. Три слова, которые кричат тебе твои фанаты, когда бросают в тебя нижнее белье. Вон он! Получил? На еще! Дорогая пилюля. Дорогой пилюля, точнее. Вон он получил. Саша, дорогой, мы от тебя сейчас столько получили, и это были все приятные-приятные минуты. Пожалуйста, от тебя парочку слов, пожеланий к нашей миллионной, многомиллионной аудитории. А сколько нас смотрит человек? Слушай, нас за, 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 в среднем, в среднем минимум 15 миллионов в день. Ты что? Да, так что ты мог бы, конечно, и побогаче одеться. Дорогие мои 15 миллионов И больше Я хочу всем сказать Что скоро это все закончится И мы обязательно увидимся с вами На опасных расстояниях Мы будем Обниматься, целоваться И перейдем к нормальной жизни Хотя это тоже жизнь Но давайте будем мечтать Что это все закончится В ближайшее время Будем надеяться Я вас всех люблю Всем организаторам Андрюши Резникову, Косте Сидоркову Всем Радио Рекорд ВК Фест Все города Любовь, Вова Маркони Лучший Нет, ничего подобного Ты лучший Саша Рева лучший Нет Это все было вчера Вовьем Времена поменялись Нет, нет, нет Ты сохраняешь Ты сохраняешь Планочку Ты Марку держишь идеально Ты лучший Понятно? Ты лучший Марку Держишь ты Маркони Ах ты Ах ты Да, да, да Это Петербург Здесь иногда Такие рейвы Что многие держат Марку Ну ладно, ладно Большое спасибо тебе Саша Мы тебя обожаем Самый смешной человек на земле Александр Рева Сегодня был в нашем прямом эфире В шестом дне ВК Феста Обожаем терпение Силы Здоровье Разумеется Твоей семье И большие приветы Спасибо, что ты с нами Друзья Отлично Класс Ох, обожаю Какой крутой Саша Рева